Ставь лайк, если любишь огромных роботов, ставь лайк, если любишь огромных монстров, и конечно ставь лайк, если любишь бои огромных роботов против больших монстров. Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется Мехи против Кайдзю. Кайдзю монстры, мехи это роботы. Ладно, давайте начинать новую игру, сложность будет средняя, почему бы и нет. И посмотрим, что же тут произошло. Какая-то радиоактивная херовина, разумеется, что наверняка и привело к появлению этих самых больших монстров. Ну посмотрим, посмотрим. Да, я понял, все понятно. Окей, это карта, у меня есть 500 денег, у меня есть 500 очков исследований, но я тупо не знаю, на что их можно потратить, поэтому давайте проведем свой первый бой, ну а дальше будем разбираться. Первая миссия, угу, хорошо, погнали. Я не думаю, что сюжет супер важен в подобных играх, но мало ли, вдруг. Вау, ну а графика-то приятная, я обожаю пиксельную графику, особенно в стратегиях. Это выглядит красиво, черт возьми. И анимация классная. Давай, хватит болтать, генерал Паул. Я хочу вступить уже в бой. Воу, 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 воу. Отлично, нападение началось, охренеть. Просто армия ничего вообще не может сделать с этими монстрами. Дайте мне моих мехов. А вот, кстати, и они. Нет, это еще не они. Воу, 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 хорошо, какой из этих мехов я? Мне интересно, я центральный мех, отлично. Стоп, а могу ли я как-то управлять, да блин, че же их так много? Как-то управлять соседними мехами? Или они будут автоматом стрелять? Потому что я бы не сказал, что они, нет, они стреляют. Тот, что снизу стреляет по приближающимся впритык, тот, что сверху бросает какие-то гранаты. Такс, а я бы хотел что-нибудь построить, друзья. Мы можем строить стены. Не знаю, зачем это нужно, но давайте построим стены. Больше ни на что денег мне и не хватает. Куча, куча стен. Если они будут какой-то урон наносить, это хорошо, но посмотрим. Ааа, стены не пропускают монстров. Ну что ж, уже неплохо. Ибо монстры реально супер тупые. Они просто упираются в эти стены. Но моих мехов-то по-любому не хватит, чтобы сдержать натиск. Хотелось бы увидеть какую-то поддержку. Возможно... Жесть, сколько у них ХП. Используем удар ракетный. Какую-то поддержку в виде пехоты. Еще лучше техники или самолетов. Да, ракета это здорово, но... Хотя, смотрите-ка, у нас еще фуловые стены. Ну, главная стена. Монстры ничего не могут сделать. А уже, между прочим, шестая волна ИС-7. Вот-вот битва должна закончиться. Эти электрощиты или энергетические очень неслабо справляются. Что, мать вашу, вы творите? Какие-то жесткие, блин, стреляющие чуваки. А урона-то не хватает. А урона-то нету. Я одного-то еле-еле убил. Похоже, эта миссия будет проиграно. Так, еще ракетный удар. А, хп падает. Может быть, нужно было вначале что-то прокачать, а уже потом идти выполнять эту миссию. Не, это жопа, друзья. Просто полнейшая. Проигрыш! Охренеть! Ха-ха! Такс, продолжаем. Хорошо, немного деньжат заработали и очков исследований. Посмотрим, что... А-а-а, с ума сойти можно! Сколько же здесь всего? О, это все прокачки? Серьезно? Да уж, многовато. Но начнем с самых первых. Например, Тесла Койл. 150 баксов это добро стоило. Также я могу исследовать танки. Отлично. Увеличение щита стеновая. Ну, в общем-то, неплохо. На 10% конечно не дофига, но неплохо. И это ангар с мехами. Тут, я думаю, можно будет их прокачать. Ну что ж. Апгрейд Одина. А что делают апгрейды? Скорость стрельбы. Вот это отлично. Да-да-да-да-да. Установим модуль. И еще один модуль на скорость стрельбы. Посмотрим, что нам это даст. Мех выглядит сногсшибательно. Огромная машина для уничтожения. Ну что, все потрачено, да? Больше ничего не смогу купить. Отправляемся пробовать выполнять эту миссию заново. Так, смехи прилетели. У нас есть обилка, которая позволит вызвать танки. Что ж, звучит неплохо. Также давайте, наверное, сразу установим Тесла Койл. Я думаю, что эта штуковина будет бить всех током. Это круто. Вот это, смотрите-ка, уже другое дело. Скорость стрельбы действительно зашкаливает. Это круто. Ну а теперь-то подходите. Еще бы перезарядку ускорить. Цены бы этому роботу не было. Подходите. Я хочу посмотреть, как работает Тесла Койл. Ах, долгая перезарядка. Реально бьет молнией. Так, я хочу еще Тесла Койл. Еще один сюда. Просто испепеление. Сейчас мы еще танки запустим. И враги-то никак не агрятся на Тесла Койл. Если мы сможем безнаказанно использовать эти штуки, это очень круто. Так, с танки пошли. По центру запускаем танки. Но, мягко скажем, что так себе. Да, они вроде стреляют, но... Так, вот эти ребята неприятные. Но, по-моему, я рановато запустил ракеты. Давайте, подползайте к Тесла Койлам. Хотя я могу уже еще поставить. Здесь и здесь. Ах, скорость стрельбы у Тесла Койлов маленькая очень. А танки-то и не уничтожены. Я думал, они будут продвигаться вперед. Вот, но нет, они стоят на месте и просто стреляют время от времени. Ну, стреляйте. Да, я вижу, как они стреляют, но это еле-еле. А остальных мехов можно прокачать? Дальность стрельбы, например, им было бы очень кстати, между прочим. Во-во-во, прорываются. А где мои Тесла Койлы? Вот еще один Тесла Койл. Давай. Ах, танки-танки-танки. Пошли танки. Нормально. Нормально. В общем-то, нормально. Это последняя волна. Хотя нет, есть еще червяки. Но... Блин, их до хрена, посмотрите. С ними должны справиться Тесла Койлы. Это супер-мбовая штука, как я понял. По крайней мере, на начальных этапах уж точно. С дальниками они не особо помогают, но вот с этими обычными врагами это то, что нужно. Шикарно, друзья, это победа. Убили 185 Кайдзю. Заработали немного очков исследований. И совсем копейки денег. Практически ничего можно сказать. Хорошо. Исследование. Так. Дроны. Звучит неплохо. Опачки. Огнеметная башня. Звучит здорово. Гриндер это похоже что-то типа циркулярных пил, которые будут находиться под землей и, в общем-то, резать, резать и резать. Взять их или дронов. Давайте гриндеры возьмем все же. Чтобы можно было добраться до артиллерийской пушки, она явно будет не лишней. 200 у меня еще. Но можно и дронов прокачать. Почему бы и нет. Да. Что касается ангара с мехами. Можно выбрать мехов. Окей. У нас есть Элизабет, которая стоит тут. А кто из них Элизабет? Элизабет это чувиха, которая кидает гранаты. Она у нас сверху. Далее у нас есть Виктор. Чувак с миниганом. И он русский. Ну и есть мой основной мех, который стоит по центру. Остальные мехи, к сожалению, пока закрыты. Не знаю, как получить к ним доступ. Так. Обана. Можно каждого отдельного меха прокачивать. Давайте вот этого прокачаем. Вот. Дальность стрельбы. Больше обойма. Скорость стрельбы. Ну давайте скорость стрельбы мы возьмем. А вообще дальность не мешала бы. Буду копить деньги и стараться покупать дальность. Ну что, полетели. Следующая миссия. Помчали. Битва на пляже. Почему бы и нет. Почему бы и нет. А у меня это хп маловато. Людишки, блин, такие маленькие. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Я не знаю. Ну давайте поставим один гриндер сюда. Хотя лучше бы я, наверное, сразу купил... Гриндер замедляет, посмотрите. И наносит урон. Лучше бы я сразу купил себе несколько тесла койлов. Они гораздо полезнее, как мы можем видеть. Гриндер замедляет. Если бы было больше слотов под орудие, было бы круто. Одним рядом ставишь гриндеры. Вторым рядом ставишь тесла койлы. И все получается отлично. Да, я чувствую, этот уровень будет суперсложный. Уже мне немного покоцали энергетический щит. Распределение денег вначале было максимально глупым. Гриндер будем ставить тогда, когда будут уже деньги. Поэтому давайте тесла койлы. Можно будет всю площадь ими покрыть. И это круто. Ах, подбираются. Подбираются, подбираются все ближе и ближе. Ну и опять же, гриндеры с обычными червями. Классно. Танки. Сверху танки. Снизу дроны. Артиллерию пока использовать не буду. А что дроны-то вообще делают? Они просто стоят на месте. Я даже не вижу, чтобы они стреляли. Что-то пока печально. Новый враг. Ракеты. Ну почти попал. Только дэмэджа не было вообще. Так, зато есть деньги на тесла койлы. Да, дэмэджа супер маловато. Танки, стреляйте. Или вообще едьте вниз. Дроны, желательно тоже как бы стреляйте. По возможности. Я, конечно, ничего не говорю. Типа, не заставляю вас. Я понимаю, что сложно как бы. И врагов много. Но вы пытаетесь стрелять. Танки. И дроны. Дроны вообще уже исчезли. Похоже, их все сломали. И танки тоже исчезли. Когда происходит перезарядка, все, что вызывал я до этого, оно просто испаряется. И нужно вызывать заново. Печально, конечно. Так, еще тесла койлы. У нас шестая волна, да? Ну, нормально. Посмотрите, как они жарят. Просто будь здоров. Ха, танки, танки. Смотрите, его толкают. Просто сносят. Они даже толком никак не задерживают. Так, с тесла койл. По-любому нужен сверху. И ракеты пошли. Ну, еще один тесла койл. Ёшкин кот. В общем, я буду стрелять в основном в нижних монстров. Мои тесла койлы пускай справляются с верхними. По крайней мере, стараются. Так, еще тесла койл. Не-не-не, должны выстоять. Должны выстоять. Очень много уже пушек. Но когда появятся новые технологии... Пушки, наверное, будут стрелять по всей карте, а не только в тех, кто находится рядом. И это будет круто. Нет, что-то тесла койлы вообще не останавливают врага. Особенно крупного. Ах, денег-то не хватает на новые. Мне бы сейчас артиллерия не помешала. Ну, хоть кого-то убей же ты. Давай вниз. Все, это конец. Это, это сломанная стена. Бесспорно, это конец. Фух, было бы больше тесла койлов. Возможно, бы победили. Ладно, сколько денег? Сколько денег мы заработали? Мало денег. Практически нисколько. Возможно, можно проходить начальную миссию. Возможно, за нее дадут еще денег. Надо будет проверить. Ну, а на этом пока все, друзья. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Если вам понравилась игра, пишите об этом в комментах. Думаю, можно было бы ее попроходить. Пишите, что думаете. До новых встреч. Удачи. Пока. Будьте счастливы.